друзья всем привет что же давненько я не обновлял видео на канале и сегодня я попытаюсь эту ошибку исправить а в данный момент я еду встречать новую рыбку и дальше видео вы увидите кто сегодня ко мне приехал и собственно немножко расскажу о причинах задержек с обновлением канала в общем не буду ничего спойлерить усаживайтесь поудобнее поехали в общем друзья рыбку я встретил а вот коробочка стоит сзади за мной скажу так рыбка достаточно долго ко мне ехала и коробочку я уже вскрывал сразу на вокзале посмотреть все лежи вы слава могут все живы и все здоровы но к сожалению по стечению обстоятельств не вся это приехала которая должна была сегодня ко мне прибыть поэтому давайте посмотрим что приехала ко мне сегодня встроен эту коробочку переведем рыбку на нашу водичку в общем процедура как всегда и по полупесы я вам немного расскажу о том где мы вообще сейчас находимся потому что как вы видите уже помещение совсем не то в котором я раньше снимал видео поехали итак друзья кто же у нас сегодня приехал давайте начнем по порядку как вы видите пакета достаточно много коробка достаточно большая вот моя рука ну чтобы вы понимали размеры сразу скажу что много рыбы еще не доехала я вот решил для себя попробовать некоторые виды рыб которых я до этого времени не держал и так здесь у нас 2l сама через пакет плохо видно это либо 90 и 090 и либо 191 но сейчас будем скрывать померяем какой паш какая соленость воды чтобы уже понимать в какую воду переводите туры так это у нас вот еще два сама вот как раз вот это наверное 090 в общем непонятно в пакете давайте будем скрывать потом и посмотрим вот смотри сколько не накакали эти панаки это конечно что-то чем-то так здесь у нас вот смотрите здесь у нас сидит красавчик это жирафовый сом это обитатель африканских водоемов вот решился я таки для себя заказать такого красавчика вот смотрите такой вот и кстати уже в размере экземплярщик его положим отдельно так здесь у нас вот друзья вот это вот 124 l 124 сом сейчас попробовал показать очень красивый очень яркий экземплярщик сожалению приехал он только один я заказывал их 3 но сейчас я вскрою пакет чуть попозже и посмотрим как он выглядит вживую так здесь у нас здесь у нас 190 панак сидит вот смотрите их еще называют арбуз вот красные глаза у сама вот смотрите знаю видно вам не видно в общем но сейчас будем скрывать пакеты посмотрите вот какой арбуз видите с красными глазками так здесь у нас здесь у нас господи две блохи платистома тигровая какие же они маханьки это просто капец какой-то вообще я не знаю в общем две крошки в две платистомы тигровых и 1 по ходу уже плохо себя чувствует пузом вверху плавает надо срочно ее переводить здесь у нас здесь у нас кто у нас здесь а здесь у нас друзья или 114 вот я думаю все вы видели самов значит с красными плавниками это плекастому с l 114 очень красивый представитель своего вида сам по себе зеленоватый из красным хвостиком тоже сюда его положим так и здесь у нас сидят друзья корректисы хекеля хикари здесь у нас находится братва братва друзья окуня сиамские смотрите какие красавчики вот и два пакета спаку альбиносами вот такие вот тоже красавцы смотреть так надо по-быстрому в общем переводить рыбку на воду а то я смотрю воздуха им не хватает в первую очередь давайте займемся платистонами в общем платистонки у нас что-то пострадали но она живая плавает кузом вверху давайте быстренько мы ее вскроем и добавим воздуха в водичку потому что у меня предупреждали что рыба едет вся на транквилизаторах но мало ли все-таки знаете платистона рыба то не сильно дорогая но все таки не хочется потерять рыбку поэтому будем работать быстренько пакеты щетить не будем разрезаем и выливаем аккуратненько рыбку вот сюда плоховастенько вот одна вроде живет они ну принципе нормально а нет видите вот заваливается на бок я надеюсь она отойдет я надеюсь это просто действие транквилизатора сейчас поставлю им продувочку и пусть продувается обильно водичка будем подливать свежую в общем друзья перед тем как добавлять свою воду я немножко подержу рыбку на компрессоре в общем но одна платистона себя чувствует как я уже говорил нормально а вторая вот заваливается набор сейчас я поставил ей продувочку и сейчас хочу померить соленость воды чтобы понимать какую водичку им подливать сейчас температура воды у нас 25 градусов надеюсь вам видно солнце засвечивает вот и ппм 356 у окуней температура воды 25 тоже и плюс-минус тоже соленость воды так что можно смело их садить вместе в общем такая вот минута у нас получилось ведре окуньки просто шикарные живенькие такие смотрите хочу одного поймать вот посмотрите какие красавчики вот ну просто няшечки да вот живенькие окуньки живенькие окуньки мне очень нравится пусть посидят и начнем потихоньку капать нам вот сюда водичку из аквариума в общем водичка очень сильно течет я поставлю вот так вот так чтобы потихоньку капала сюда и вот так оставим их покое на полчасика часик посмотрим может потестонка еще отойдет я на это очень я на это очень сильно друзья надеюсь вот жираф честно говоря обалденный красивый сон чем-то напоминает он синодонтиса вот такой вот красавчик вот но уже в размере как видите вот ну бодренький я бы не сказал что сон сидит на транквилизатора и кстати да вот видите что в одном ведре что в другому что в другом ведре есть активированный уголь то есть для транспортировки рыбы используют вот активированный уголь но честно говоря его наличие в пакетах транспортировочных сомнительно потому что ну никакие токсины имеется ввиду аммиачные соединения он в себя не убирает и но честно говоря я бы лучше сюда налил бы нитрат минус какой-то я не знаю ну что то такое но точно не активированный уголь поставил тем более что если в пакетах было транквилизаторы были то скорее всего уголь этот транквилизатор уже убрал в себя и вот как видите рыбка приехала уже не сонная по крайней мере вот достаточно она живенькая и активно тем временем смотрю что платистома уже начала плавать перестала заваливаться на бок но надеюсь что все обойдется все будет хорошо окуньки все живенькие вот смотрите смотрит на меня испуганными глазами это дружался но у них такое поведение для них это нормально в общем окне очень интересная рыба у меня есть несколько штук было больше я продал и вот сейчас я хочу сделать у себя аквариум чисто вот с окунями и возможно там будут полиптерусы и араваны вот поэтому заказал себе 10 штук вот таких вот красавчиков что друзья приступим к переселению наших самов или самов это сегодняшние поставки самая дорогая рыба вот в общем температура и соленость воды видите вот здесь уже 287 ппм и 25 температура то есть наступаем меньше чем у предыдущей рыбы и вот сейчас я вам буду показывать как эта рыбка выглядит более детально смотрите друзья вот это ухты попробуй поймать вот это друзья l124 сон это скорее всего плекостомус но точно не панак я думаю вот сон достаточно дорогой озвучивать сейчас цену я не буду но посмотрите какой то что же такое посмотрите друзья насколько он красивый посмотрите друзья насколько красивый сон какие лучи на задних плавниках и это детский размер этот сон вырастает около 30 сантиметров очень яркий очень красивый сон я просто балдею честно говоря от него значит морда похожа на птерика но только окрас сами видите просто шикарный значит это l124 замеряем соленость воды здесь здесь соленость немного выше они тоже 300 ппм и уже 25 градусов температура пересаживаем миксу да как бы они у меня на карантине будут сидеть все в одном аквариуме поэтому в принципе можем смело их сюда все пересаживать друзья посмотрите какой красавец вот не знаю там дальше посмотрим мне кажется что это 190 панак арбуз вот видите у него черные глаза но темные вот посмотрите какой плавничок посмотрите какой окрас зеленоватый какие плавники сон растет очень крупный такой как перегоплит растет правда медленно но посмотрите как он перламутром переливается сон просто нереально красив вот это друзья у нас 190 панак как видите цветом он немного отличается он более такой желтоватый что ли да вот окрас практически такой же ухты бежал а присасывается так не оторвешь окрас практически такой же как у 191 и единственное он немного светлее мне кажется и у него видите красные глаза вот такой вот просто шикарный сон очень нравится мне арбуз самый натуральный арбуз а вот это друзья 090 и тоже панак вот смотрите у него будут косички такие на хвосте вот окрас видите отличается вот 190 191 он такой но не арбуз он такой вот ты ну все убежал в общем у него окрас отличается он у него окрас типа как у птерика вот такими вот значит такими точечками что ли да и фон тела плавнички светлую полоску и фон тела у него темно-зеленый ну то есть вот так вот тоже очень красивый сон я видел просто таких самов в крупном размере хочу вам сказать что но выглядит этот сон достаточно эффектно когда он уже в размере там сантиметров 40 вот такой вот красавчик я не знаю видно вам зеленого оттенок или не видно но вот такой вот плавнички вот видите косички какие вот такой вот красоте то и напоследок друзья тот сон которого я ждал очень-очень и это этого экземпляра я заказывал точно лично под себя заказывала их тоже больше чем приехала мне приехал мне к сожалению только один но что ж поделать я думаю этого сама все вы видели все вы знаете не раз видели бы его в интернете на фотографиях и так далее сейчас посмотрим кто здесь приехал и сюда кто купит друзья вот этот красавчик да блин ну смотри третий раз из рук выпрыгивает он нет не он вот он друзья ну слушайте да ну нереально просто активный сон честно говоря это плека стома с друзья эль сто четырнадцатый я думаю вы все видели такого сама в интернете вот посмотрите даже вот на этот тупой носик сейчас вот на этот на что ж ты будешь делать ну вот посмотрите на этот тупой носик на этот окрас друзья и самое главное на этот красный красный хвост ну пока что он конечно же маленький еще короче не буду его мучить он постоянно выпрыгивает из рук в общем вот такие вот прекрасные эль саны мне приехали и мы вместе с вами будем смотреть как это все подрастает сожалению 124 мы скоро попрощаемся он уедет в аквариум черкассы а и да кстати я же вам не показал еще этот аквариум черкасса который мы делали я думаю одним из следующих видео будет как раз аквариум в который вот этот сон должен переехать друзья мои я думаю вы все уже понимаете где мы сейчас данный момент находимся пока рыбка переезжает на новую водичку пока рыбка привыкает моей воде подгоняем температуру под вас восемь градусов немного спойлер такой сделаю в общем это вот это вот то что находится сзади меня это уже новый рыбный сарайчик который я строил на протяжении нескольких прошлых месяцев там четыре или пять месяца заняла у меня стройка всего этого в общем помещение уже построена рыба сюда перевезена все оборудовано уже где-то процентов на 60 еще нужно поставить отопление нужно сделать осмос рекуператор поставить бесперебольное питание но это уже все процессе главное что рыба уже здесь и мы можем уже с вами снимать новое видео и как бы встречаться уже почаще чем раз там 5 месяцев в общем как-то так друзья дальше я рассказывать ничего не буду вы все посмотрите в одном из следующих выпусков я уже надеюсь что затягивать не буду долго с новыми выпусками я думаю хотя бы раз в неделю как минимум а то можете два как получится я буду уже стараться обновлять канал так что подписывайтесь так что не забывайте ставить пальцы для меня это очень важно и жмите на колокольчик потому что будет очень много интересных видео будет очень и много интересной информации будем строить бассейн достраивать по крайней мере кстати вот он там вот сзади меня находится вот в общем будем его запускать будем строить много-много стоят мы будем строить большие аквариумы для скатов вот здесь у меня плавает тоже новая рыбка новые скаты но пока я о них ничего не расскажу это все будет тоже в новых видео так что лайк подписка и колокольчик поехали переводить дальше рыбку ну и наконец друзья я знаете уже построил бассейн под крупную рыбу плюс еще планируется несколько больших аквариумов для скатов и вот друзья я решил себе позволить еще одного крупного представителя для аквариума это паку это травоядная пираних которая растет до достаточно крупных размеров вот альбиносная форма невероятно красивая рыбка смотрите какая как переливается чешуя какие красные плавнички меня друзья вот здесь бассейне я не знаю будет ли вам видно или нет вот два красных паков которые сейчас в размере где-то около 60 сантиметров они достаточно крупные пока не здесь сидят в трех тоннах воды но скоро они переедут вот в этот вот большой бассейн на 10 тонн и собственно если уже меня есть такой резервуар который я в скором времени буду запускать вот я решил приобрести пять штучек еще вот таких вот красавцев вот для того чтобы разнообразить свою коллекцию несколько штук конечно же пойдет на продажу одна из этих рыбок уже заказана но от штучки две-три я точно себе оставлю потому что рыба выглядит достаточно красиво да и вообще паку мне очень нравится ну и здесь еще сидят окорифтис и хекеля это дикари вот такая вот красивая рыбка сейчас конечно они бледненькие но через пару дней они прокрасятся и будут выглядеть красавчиками как вот мои вот смотрите у меня уже здесь взрослые особи вот какие красавцы плавают да вот такие приблизительно будут ети на эти даже будут наверное красивее потому что у меня по ходу получилось не дикари а здесь вот именно дикари это сто процентов дикой 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 рыбы а да и смотрите вот знаю сейчас успокоились 124 и задирака капец задирается ко всем сама вот посмотрите что делает видите гоняет всех самов вот все панаки мирные а 124 смотрите что делает достает их видите территорию делит вот же забив чудная рыба и вроде же со мной до вроде присоски а смотрите какие чудные друзья мои еще такой вот небольшой момент и в общем смотрите канал как никогда сейчас нуждается вашей поддержки нуждается в первую очередь конечно же лайка как я уже говорил потому что каждый лайк а выбивает видео в топ нуждается ваших репостах делитесь видео с друзьями для того чтобы как можно больше публики пришло на наш канал и ну вы сами знаете я никогда никому не отказывал ни в чем то есть я всегда старался помочь советам и так далее поэтому все люди которые придут на канал и будут искать помощи совета они всегда его получат ну помимо этого друзья канал нуждается и материальной поддержки не буду лукавить на все это друзья ушло очень много денег и для того чтобы довести это все до ума довести все это дело до финиша нужно еще очень много денег поэтому настоятельно прошу если есть возможность поддержать канал материально если вы испытываете нужду и у вас нет возможности поддержать деньгами вы можете просто зарегистрировать по ссылке под видео карту от монобанка кредитную карту от монобанка и тем самым получить бонус и себе на карту получить какой-то там кредитный лимит плюс тем самым вы поможете каналу и ну конечно же за каждого привлеченного клиента мы тоже получаем небольшой голос ну и друзья вы можете просто приобрести у нас любое оборудование из интернет-магазина аквапрофи обращайтесь ко мне если вас что-то с этого интернет-магазина заинтересовало я помогу вам с приобретением и вы всегда сможете от меня получить небольшой подарочек либо небольшую какую-то плюшку каждый ваш запрос будем оговаривать и индивидуально ну и наконец друзья вы всегда можете купить у меня рыбку и тем самым вы тоже поддержите канал вот у меня есть уже красавцы которые готовы на продажу вот там у меня тоже плавают красавцы которые приехали из индонезии уже подросли к продажному размеру скоро мы начнем разводить рыбку и у меня будет очень много интересной рыбки красивые скалярии и так далее которые вы тоже сможете у нас приобрести тем самым вы очень сильно поможете в развитии аквариумного сарайчика и собственно в развитии канала в общем что я уже пусть выпустил в аквариум жирафа вот этот красавчик сидит уже там еще раз повторюсь рыбка приехала в размере сом растет достаточно крупный и ну мне просто интересно вообще никогда такой рыбы не держал интересная подержать у себя такую рыбку посмотреть как она растет как она окрашивается как она себя ведет в аквариуме пока что по этой рыбе ничего сказать не могу будем вместе с вами наблюдать за этим самым и как-нибудь потом уже по ходу своих наблюдений я сниму о нем отдельное видео хочу вам сразу сказать что пробовал рукой его поймать уколол у меня вот в руку вот где-то вот сюда достаточно больно ощущается укол сама это примерно так же как укол ската ну конечно не так сильно болит но по ощущениям такая же боль в общем сейчас как видите я капаю водичку сюда капаю водичку сюда сюда уже подкапал я водички здесь рыбка привыкает но я смотрю они уже неплохо адаптировались драки устроили сейчас я их вот этих самов пересажу в аквариум брошу несколько коряк чтобы они могли друг от друга прятаться чтобы не дрались и в принципе пересадим к ним вот эту рыбу но этих эту мелочь посадим отдельно в общем друзья рыбка уже в аквариумах ну как бы процесс перевода еще раз повторюсь я снимать не стал вот как вы видите здесь опаку альбиносы слегка уже освоились плавают проявляют интерес ко мне вот там вот на заднем плане корректисы хекеля в леденький еще но ничего пару дней пройдет освоится покраситься и альсаме друзья вот такой вот 124 вот там вот 090 и сидит панак правда не вижу по-моему 191 в общем я буду эту рыбку снимать показывать как как она растет и буду снимать о ней отдельные видео поэтому следите за обновлениями канала ну здесь вот как вы видите замерли 10 окуньков вот такие интересные парни плате стома кстати выжила одна вторая вон вот там вот я надеюсь вам видно да за обогревателем но что-то она чувствует себя не очень хорошо ну и здесь друзья у нас сидит жираф вот такой вот красавчик что ж друзья спасибо всем за просмотр этого видео еще раз повторюсь не забывайте ставить пальцы подписывайтесь жмите колокольчики и ждите новых видео обещаю скоро их и будет очень и очень много и да в одном из следующих видео буквально через несколько дней после этого я сделаю презентацию рыбного сарайчика и расскажу более-менее как и что здесь устроено желаю всем добра и удачи здоровья вами вашим питомцам всем пока и до новых встреч а и